Можно ли ломать таблетку? Давайте сегодня разберемся. Меня зовут Стойка Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Вот уже более 10 лет занимаюсь диагностикой, лечением сердечно-судистых заболеваний. И веду этот канал. Обязательно подписывайтесь на него, задавайте свои вопросы в комментариях, потому что именно на ваши комментарии я ориентируюсь и составляю далее свой контент-план, какие видео для вас записать. Итак, давайте же разбираться, можно ли ломать таблетки. Действительно, иногда не существует той дозировки таблеток, в которую прописал врач. Например, иногда назначают дозу аторвостатина 60 мг. Задумайтесь, 60 мг. Такой дозировки никогда не производилось медицинскими компаниями, фармфирмами. Есть аторвостатин, например, 20-40 мг. Если назначают 80 мг, соответственно, пациент пьет 2 таблетки. А когда же назначают 60 мг, пациент должен выпить 1,5 таблетки. Но вот что касаемо аторвостатина, здесь, конечно, да, можно вот так поиграться, поломать его, но очень аккуратно. Все же не всегда у таблеток существует действительно нужная дозировка. И приходится ломать таблетки, но чаще всего это недопустимо. Почему? Я вам сейчас расскажу три причины, почему все-таки нежелательно ломать таблетки. Ну, во-первых, иногда таблетка имеет специальную капсулу. И когда вы ломаете таблеточку пополам, эта капсула повреждается, и вещества действуют на слизистую желудка, поджелудочную, либо кишечника, очень негативно и могут повредить, в частности, слизистую желудка и обострить ваше желудочное заболевание, например, гастрит, либо язвенную болезнь. Это, во-первых, то есть повреждается капсула, повреждается защитная оболочка таблеток. Во-вторых, вещества в таблетке могут быть распределены неравномерно. Вот, примерно, смотрите, таблетка. Бывают таблетки, которые содержат два вещества, например, периндоприл с индопамидом, либо конвесертан с гидрохлортиазидом, то есть ингибитор АПФ плюс диуретик, либо сартан плюс диуретик. Бывают даже три вещества, например, периндоприл, индопамид, аторвастатин. И вот, в этих таблетках, которые содержат два либо три вещества, мы ведь не всегда знаем, как эти вещества, молекулы распределены в таблетке. Как они распределены? Равномерно, вот так вот по слоям, слой за слоем, да? Так, подождите-ка, я возьму фломастер. Сейчас я нарисую вам, чтобы было видно. Не всегда вещества распределены послойно. Например, слой периндоприла, слой индопамида, либо амлодипина, слой аторвастатина и так далее. Вот так послойно, да? И когда вы таблеточку поломаете, как вот, мы обычно ломаем таблетку вот так, да? Вот поломали, и вроде бы как половинка тех веществ, которые содержатся в таблетке, должна попасть в ваш организм. Но есть таблетки, которые содержат в себе действующее вещество не вот так послойно, а вот так. В одной стороне таблеточки одно вещество действующее, а в другой стороне совсем другое вещество. Нарисую здесь ручкой. Ну, я думаю, понятно. Так вот, в данном случае категорически запрещается ломать таблетку. Кроме того, третий вариант, почему все-таки нежелательно ломать таблетки, когда вы делите лекарство пополам, то на лекарство может попасть свет, влажность, но может поддаться окислению, что приведет к порче того, ну, к изменению функции того вещества, которое вы примете. То есть, все-таки нежелательно. Далее. Категорически. То есть, вы уже поняли, да, какие таблетки нельзя ломать. То есть, это, во-первых, поликомпонентные таблетки категорически запрещаются ломать. Ну, если, конечно, в таблетке не распределены вещества послойно, но это должен врач знать, грамотный врач это знает. И он скажет, что да, эту таблеточку лучше можно сломать. Но, опять же, есть, когда в таблетке есть два либо три вещества, чаще всего данная таблетка имеет и обширную палетку с дозировками. То есть, дозировка будет минимальная, средняя, максимальная выпускаться данной фирмой-произведителем. То есть, нежелательно все-таки поликомпонентные таблетки ломать. Нельзя ломать таблетки, у которых нет риски. Нельзя ломать таблетки, у которых, которые имеют слишком горький вкус, иначе вы точно повредите свою шлизистую. Таблетки, нельзя ломать капсулы, но это логично, капсулы никак нельзя ломать, делить их как-то, и в пятых нельзя ломать ни контрацептивы, нельзя ломать противоопухолевые препараты и в том числе противосудорожные препараты. В кардиологии есть такой препарат, как варфарин. Я хочу предупредить, что он действительно ломается. Иногда пациент, принимающий варфарин, принимает не одну либо две таблетки, а одну и одну четвертую, одну и одну третью, две третьих и так далее. По уровню МНО, я напоминаю людям, которые принимают варфарин, обязательно не забывайте контролировать уровень МНО, а также ограничивать себя в зеленых овощах и фруктах. На этом все, я надеюсь, это видео было полезным для вас. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, задавайте вопросы в комментариях. Будьте здоровы, берегите себя, пока-пока.